Не будь на земле Осетии, вселенная была бы неполноценной. Если бы поэт Исидор Козаев, кроме этих строк, не написал ни слова за всю свою жизнь, и в этом случае он навсегда остался бы в осетинской поэзии. В этом году ему исполнился бы 91 год. Исидор Козаев родился в селе Орнис Знаурского района. Школу окончил там же, в 1947 году. Отслужив в рядах советской армии, поступил в Юго-Осетинский педагогический институт на факультет осетинской филологии. После получения высшего образования остался работать в ВУЗе. Исидор Козаев родился в десе, аббат сардогон форсета, ивылдар. Варта, рог история, обонюнг, балвардай баракканы, зардай ваг, рой гуран захма, воздан зинат, агдау, раст зинат. Ама ивылтинг дартае поэзии зина, феде захма, варзун зинат. Омазертта, ивы, эмзавгае, солдар ранг, работал на многих ответственных должностях, был главным редактором областного радио, возглавлял один из отделов, а затем и секретариат газеты «Советтон и Ростон» Хурзарин. Был ответственным секретарем Союза писателей Южной Осетии. Дважды избирался его председателем. И везде, где работал Исидор Козаев, ему удавалось заслужить уважение и любовь окружающих. Друзья, соседи, просто знакомые, и по сей день отзываются о нём с особой теплотой и почтением. Не только отличным поэтом. Он был прекрасным семьянином и отцом хорошим, очень хорошим. Он научил своих детей тому, что в наше время удавалось очень малым семям. Не люблю слова, когда говорят, что в своей стране пророков не бывает. Не люблю. Почему? Я абсолютно уверенно заявляю, в своей стране пророки бывают, гениальные бывают. И не надо об этом забывать. Я против всего этого. Почему? Это наша история, это наша культура, это достойнейшие люди. Мне очень его произведения нравятся, и они полностью на меня ложатся, на мою душу. Исидор был не только гениальным поэтом, но и человеком с большой буквы, всегда приветливый, неутомимый в работе, любящий жизнь во всех её смыслах. Он обладал всеми добродетелями, которые позволяют называть его истинным осетином. Он был чистосердечным, высоко ценил друзей, но больше всего любил Осетию и воспевал её всю свою жизнь. Так говорят о нём близкие люди. Обратившись к его стихам с светлым клавишем осетинской поэзии, их без труда можно разобрать на афоризмы, крылатые фразы. Потому что стихи Исидора Козаева – это жизнь без прикрас и позёрской напраслины. Феноменальная ориентированность поэта в осетинской словесности позволяла ему выражать очень глубокие мысли и переживания в стихотворной форме, на которые годы спустя после его ухода была наложена музыка маэстро Ахсаром Джеккаевым, и мысли гения обрели новую жизнь, став отдельной, недосягаемой частью национальной культуры. В осетинскую литературу Исидор Козаев пришёл в 50-х годах прошлого столетия и остался в ней ярким примером бесконечного почитания и любви к родной земле. В каждом слове, в каждой строчке, через всё его творчество прошла любовь к осетии, к осетинскому народу. Так выразить эти чувства и донести их до читателя на том языке, на котором писал Исидор Козаев, под силу не каждому. Марьяна Чочиева, Регина Черткоева, Заре Марсоева. Информационный выпуск. Сегодня.